привет меня зовут гор я буду рассказывать о том пути который я еще не прошел кто я на этом пути наверно такой человек который пытается познать какую-то мудрость пытается увидеть вот это поле смыслов из которого мы черпаем разные истории разные смыслы увидеть тех людей которые могут на этом пути быть интересны увидеть то что можно создать нового потому что мир как-то меняется наверно на каждом этапе создания этого мира какие-то группы людей объединялись для того чтобы что-то поменять или что-то новое создать и дать какой-то новый импульс когда человечество попадает в какое-то болото когда непонятно куда ушли смыслы новые еще не пришли старые уже не работают и наверное я такой человек которую неравнодушно смотрит в будущее хочет что-то в этом будущем новое найти такой считаете меня таким первопроходцем так вот мне не нравится куда этот мир катится как говорят все мои близкие друзья сидя на диване критику этот мир наверное невозможно что-то новое создать поэтому включаем наше воображение когда-то мы его включили с моим хорошим другом назовем его мудрецом который встретился на пути герой с которым мы спроектировали проект интересны сказали что решить вопрос надо что-то создать не изнутри а сбоку так мы поняли что наверное объединять людей можно не только с помощью государств не только с помощью правил игры которые существуют в том или ином государстве или мире но можно наверное объединить этих людей никому назовем это виртуальном пространстве потому что то количество времени который мы с вами проводим сидя в наших кадетах такой некой матрицы оно с катастрофической скорости увеличивается и кому принадлежит наше время не совсем понятно кто и временем нашим управляет или как мы управляем своим временем а кто тратит это время в пустую кто это время тратить на то чтобы играть в компьютерные игры смотреть бесконечные сериалы сидеть в тик токи и других соцсетях вот это жвачку которая каким-то образом затягивает людей но где поэты где учителя где писатели где режиссеры где скульпторы где та элита которая делает прорывы совершает неевомерное открытие которую создают великолепные произведения искусства которые меняют целые векторы направления хочется больше общаться с этой элитой с ними взаимодействовать хочется ее каким-то образом объединить это очень важный пункт который сейчас отсутствует и поэтому у нас некий хаос потому что то религию управляет государством то государство начинает управлять религия всегда на этих стыках получается не самые лучшие истории поэтому мне стало интересно моим друзьям стало интересно друзей моих друзей стало интересно и мы начали объединяться в проект который начал работать с мудрецами начал их находить привозить мы начали с разговаривать пытаться поменять мир или даже я не побоюсь этого слова на создать неким новые новый мир осознать его понять может существуют какие-то новые смыслы а можно ли что-то новое создать можно ли создать знаете как каждый раз кто-то задумывается можно ли создать новую религию можно ли создать новое государства, а можно ли создать новую страну, новую мотивацию для того, чтобы объединить людей. И какой-то вот хочется такой тектонический сдвиг, который от старого нас перенесет в будущее, но будущее для меня непонятно. Поэтому оно манит, для того, чтобы его понять, осознать, нужно еще много времени, чтобы прошло, нужно много общаться, много учиться, собирать вокруг единомышленников и, может быть, найти некую формулу, некую материю, некие смыслы, с помощью которых можно будет перейти в новый этап, в новое понимание взаимоотношений между людьми, понимание того, как же нам создавать вот это будущее. У меня в голове такое раздвоение личности, если хотите, то есть есть та часть, которая живет в прошлом, действует по прошлому, играет по правилам прошлому, некая часть, которая пытается формировать это будущее, пытается с помощью этого сделать этот мир, как бы не банально это звучало, немножко добрее, лучше принести туда больше смысла, мудрости, а не только клипового сознания, стандартных форм общения, управления. И один из людей, кого я встретил в своей жизни, Виктория, которая тоже выступала на этом YouTube-канале, мы с ней даже книжку написали, там демократии, мы поняли, что люди стали такими одинокими и единоличными, я бы сказал. Люди забыли, как можно объединяться, создавать партнерство, создавать семьи, создавать, не побоюсь, второй, третий раз, не побоюсь этого слова, объединение, клад, и вокруг чего они объединяются, вокруг каких смыслов, как происходит этот процесс и как 1 плюс 1 может дать 111, как две ауры, которые могут соединиться, могут дать в 7 раз больше энергии, чем один человек, который, разгребая все вокруг своими локтями, пытается прорваться куда-то наверх, хотя можно делать свое дело, и не двигаться по карьерной лестнице, можно объединяться с кем-то, со своим тандемией, создавать какие-то новые смыслы. Наверное, это некая точка опоры, когда мы поняли, что, в принципе, вот эти двойки, которые делают основные прорывы в мире, и вот эта программа лидерства, которая во всех школах с детства воспитывается, вот и пятерку получила, ты двойку получил, это соревнование, которое устраивается везде и всюду, наверное, в нем есть что-то токсичное, что приводит к тому, что мы не умеем сотворчеством заниматься, не умеем любить, не умеем дружить, все это носит какой-то такой характер заученности, штамповости по картинкам в фильмах, мы пытаемся выстроить отношения, и время, которое мы тратим в гаджетах, а не просто трогая сидеть, а с людьми, наверное, тоже нас уводит куда-то в мир, как это говорят, диджитализация, да, то есть, но при этом, как можно сделать этот мир и использовать вот эти цифровые пространства для того, чтобы поменять взаимоотношения, может быть, задуматься над тем, а нужны ли границы, и вообще вопрос, философский вопрос, а что такое границы, кто эти границы отстраивает, зачем они нужны, зачем мы обратно возвращаемся к тому, чтобы создавать китайские стены, и возможно ли это в современном мире. Поле союзников или поле людей, они дают силу, они показывают, ты прав или не прав, они за тобой следуют или не следуют, верят или не верят. Мы очень часто, когда преподаем с полковой, говорим, что если вы создали компанию, написали некое видение, куда вы ведете своих сотрудников, написали миссию, ценности, принципы и так далее, вот это все надо коммуницировать до тошноты каждый день. Вот эту любовь к морю надо проявить, и тогда люди сами построят корабль. А вот не я сказал, тоже язык избери. Твои последователи, твои друзья, твои соратники, мне здесь большее слово, люди, занимающиеся с тобой сотворчеством, чем их больше, тем, наверное, ты имеешь больше сил, ты не одинок. И тогда, ну, вероятность встретить среди них своих тандемистов или мудрецов, которые вымкнут, или кто-то кого-то рекомендует, и вдруг где-то какой-то союз даст какой-то интересный эффект, или вот это все поле, оно сформируется, и там все будут получать свои какие-то новые смыслы, или формировать новое будущее. Мудрость, она вечная, что с мудрецами я всегда чувствую какую-то константу, какую-то точку опоры. А сегодня я знаю это, завтра там что-то новая информация прозвучала, арбаться, я поменял свое мнение. То есть читаешь один телеграм-канал, у тебя одни знания-то думают, или один информационный, потом другой. Дважды два, это четыре или пять. Я не знаю. То, чему меня учили, ну, как бы, это четыре. Тут оказывается, что можно, смотря с какой точки зрения, посмотреть. А мудрость это там, где ты можешь опериться. Знания тоже опора определенная, но на короткий период времени или на знания в течение твоей жизни могут поменяться, она может интерпретироваться, она может меняться. У меня было знание фонда рынка. И что мне с этим делать, с этим знанием? Все поменялось в доме облака. И, соответственно, я могу это знание взять и выбросить. Но определенное понимание или, так называемое, некая мудрость, понимание, как вообще это может существовать, позволяет, наверное, перенестись в некую виртуальную составляющую, понимать что-то. Знаете, как понимание юриспруденции, да? То есть знание законов или понимание, как эта штука существует. Могу ли я эти знания о фондовом рынке перенести вместе с собой в новые криптовалюты, посмотреть, как может существовать NFT. Это тоже активы. Мы не так давно делали стратегическую сессию для одного банка, для их подразделения Wealth Management. И когда мы говорили о видении, спросил у них, а как вы видите, что такое богатство через 20-30 лет? Что это? Золото, бриллианты, деньги в недвижимость, яхты, пароходы, что? Может ли быть правдивая информация богатства? Я могу вот это принести, положить в банк. Вот, ребят заклинило в какой-то момент. А мир же быстро меняется. Буквально вчера автомобиль был богатством, сейчас каршеринг молодым вообще не нужно. Это недвижимость, которая там только тягощает. Является моя свобода моим богатством? Могу ли я его отдать? Я действительно совершаю сделку, делаю так называемому общественному договору, когда я отдаю свою свободу, взамен повышаю от государств, разных государств. Обязанность меня охранять, давать мне безопасность, учить, лечить. Как будет выглядеть новый общественный договор, если большую часть времени я еще провожу в сети. Это непростая история, потому что была война, где Армения, как вы знаете, капитулировала. Конфликт не решен, но при этом я понимаю, что решить проблему, находить внутри проблемы очень сложно. И мы тогда с Петром Петр Немой, это человек, который когда-то повстречался на моем пути, он питерский, но при этом в тот момент, когда мы встретились, он уже жил на Байкале, 8 лет он прожил на Байкале, занимался, в том числе, изучением и культурным наследием, ну, смыслами, так скажем, этого региона. Он повстречался на моем пути, и мы приехали в Армению. И он тогда первый раз произнес, как мудрец, то слово, которое мне запомнилось, называлось «онтологическое безопасство», от слова «онтология». И мы задались вопросом, как сделать так, как построить вот это сообщество, эту страну, чтобы никто не думал на нее нападать. В чем, на самом деле, безопасность? Мы поняли, что истинная опасность, наверное, находится там, что размывается ДНК. Размывается ДНК армянина. Ценностный ряд. Мы поняли, что, ну, а кто ты вообще на теле мира, и почему мир, ну, мир как, ну, если воспринимать мир как тело, он будет защищать себя. Если ты не часть этого мира или не какая-то его функция, он тебя защищать не будет, даже не будет тебя видеть. Мы поняли, что, когда мы говорим, а кто несет армянскую культуру в мир? Именно армянскую культуру. Тут же все, Шарль Азнавур, я говорю, Шарль Азнавур нес французскую культуру в мир. Да, у него армянские корни, но к армянской культуре, например, мало отношений. Шарль, Аким Кардашан, это не культура Армении, но при этом все их знают как армян, то есть, а кто такой армянин, в общем, в мире вообще понимает, что такое армянская культура? Ну, спасибо дяде Живану, дяде Гаспаряну, который Дудук немножко позиционировал в мире, и то не весь мир это знает. Ну, при этом, а культура-то богатая. Мы поняли, что такое армянские ковры, наверное, одно из немногих христианских государств, которое вообще делало ковры, почему они в древнейшем мире, что такое тот или иной танец. А понимают ли это люди, которые по крови являются армянами? Мы поняли, что именно онтологическая безопасность, то есть страна или этность находится в некой опасности, тем более большая часть людей находится и живет вне Армении уже. Не все дети уже, включая моих, разговаривают по-армянски. И почему армянинам должно быть выгодно быть? Мы поняли, что какая-то система ценностей куда-то ушла, потому что слово армянина когда-то было очень значимым купечеством. Вообще весь шелковый путь, дюльфийские армянин, купцы держали шелковый путь. И, наверное, каким-то образом мы имели систему ценностей, что один армянин не мог обмануть другому, потому что что-то это бы произошло бы, что-то третье святое вмешалось бы в этот обман. Мы поняли, что мы разбросаны по всему миру, но при этом не объединены, поэтому очень много армян сирийских, ливанских, лос-анджелесских, московских. И даже внутри страны, там есть ереванские армяне, ленингоканские армяне, карабахские армяне и так далее. У нас не так много, но уже какая-то разобщение идет, а что объединяет все. И много-много других вопросов, которые привели нас к тому, что мы хотим как-то еще и страну спозиционировать, зачем вообще нужна эта страна, какую функцию она в мире выполняет, как нас будут видеть. И нашли, что да, мы хотим быть страной мудрецов, мы хотим быть страной остроумия, мы хотим быть толмачами, мы хотим быть страной, которая хранительница древнейших культур мира для тех наций, у которых так получилось, что нету сейчас государственности. Сирийцы, талыши, удины, езиты, курды. Самый большой езитский храм находится на территории Армении. Смешение культур всегда дает что-то новое. Мы хотим сделать так, чтобы Армяне как сетевая нация объединилась бы как некий единый организм. Мы говорим, этот проект называется создание первого в мире виртуального государства, но при этом, во-первых, оно не первое, во-вторых, это не совсем виртуальное, и в-третьих, это не совсем государство. Ну, как направление, как сделать так, чтобы 10 миллионов армян жили по каким-то, в каком-то поле, в какой-то цели, которая будет понятной. И чтобы решить проблему, в которой мы оказались, мы решили начать этот проект и объединять вокруг людей, которые готовы членскими взносами поддерживать благотворительный фонд, который привлекает мудрецов со всего мира переезжать жить в Армению на длительные сроки, иногда навсегда. Некоторые, переезжая, оставятся навсегда. И расширять нашу вот эту мицелию людей, которые, ну, которым близка эта идея, расширять количество мудрецов, и, ну, как задачу ставим привлечь в Армению 301 мудреца. Чтобы на теле мира возникла точка, что если вы потеряли свои смыслы, или вы, не знаю, в кризис среднего возраста обанкротились, или как страна потеряли смысл, вы могли приехать туда и найти эти смыслы. Потому что эта страна такая офшорная зона мудрости, если хотите. Остроумие, поэтому там всегда весело и интересно. Люди приезжают туда, зависают с ними часами, то есть там, я не знаю, у первого мудреца у нас там 12-16 встреч в день. Кому он что советует, мы даже не знаем, 117 проектов, которые они там каким-то образом замытили, что-то делают и так далее. Часто говорят слово «импакт инвестиций», вот это «импакт инвестиций». Я думал, мы так можем решить много проблем. Находясь в проблеме, мы их вряд ли решим. Будем тратить время на то, чтобы что-то критиковать, заниматься политикой, зачем. Давайте выйдем из этого поля, будем создавать что-то новое. Это касается не только «люби». А не то, что только делаешь, люби, все вокруг любит людей, которые рядом. Что я делаю? Я живу, я люблю жизнь. Очень люблю жизнь. Когда меня спрашивают, о чем ты мечтаешь, я говорю, я мечтаю о том, чтобы прожить много жизней. Я очень счастливый человек, у меня было много жизней. За мою одну физическую жизнь я уже увидел много жизней. Я видел, как меняются миры. Я жил в разных странах, занимался абсолютно разными вещами. Любил всем тем, чем я занимался. Если бы не любил, я бы не занимался. Поэтому я люблю жизнь, и я бы это общество переименовал бы. Не люби, что делаешь, а люби жить. Потому что иногда работа тоже бывает в жизни. То, что ты делаешь, это тоже жизнь. А иногда бывает работа длиной в жизни. Поэтому надо любить жизнь. Традиция – это не сохранение пепла, а передача огня. Это, наверное, то, чем мы занимаемся. Попытка передать этот огонь, а не сохранять тот пепел. Опять, я не люблю музеи. Всегда они что-то за стекло не дают потрогать ничего. Поэтому чтите традиции, но при этом всегда помните эту фразу, что надо передавать этот огонь. Спасибо.